Ну что же, посмотрим, друзья, как сложится сегодня, и вот действительно ли Теса Ворли будет делать ставку именно на вторую попытку, которую она, как говорит, сама ходить умеет очень прилично и очень быстро. Ну вот так мы с вами начинаем опять в быстром режиме. Друзья, ну что же делать? Горные лыжи – это быстрый вид спорта, поэтому и комментарий будет достаточно быстрым. Ну а пока у нас небольшая пауза. Продолжаем нашу прямую трансляцию, возвращаемся в Зюльды. Ну посмотрите, друзья, какие болельщики. Это француз, судя по всему, тут и словак ему подпевает. Ну атмосфера нам с вами уже знакомая, прекрасная атмосфера. Многие долго ждали начала горнолыжного сезона. Кстати, более 20 тысяч зрителей ожидает сегодня. Ну а пока посмотрите, друзья, на победителей Кубка мира в общем зачете. Ну последние три года доминирует Микаэло Шифрин, мы все прекрасно знаем. Ларагу до этого дважды Анна Файт побеждала в общем зачете. Ну а вот гигантский слалом, это более конкретно. В прошлом году также Шифрин выиграла. До этого Ребензбург, обратите внимание, Ворли, Брэм и та же Анна Файт. Тина Маза в 13-м году побеждала до этого дважды Ребензбург. Ну практически все вот перечисленные люди. Мы знаем, что Маза уже давно завершила карьеру. Анна Файт здорова, но сегодня, к сожалению, стартует. Остальные вот такие звезды-то сегодня поборются. И посмотрите на список победителей. В Зюльдане, Ворли, Ребензбург и Ларагуд три года назад праздновали здесь победу. Ну об этом мы еще будем говорить в течение нашей трансляции, потому что графика очень интересная появилась. Видите, какая пологая верхняя часть. Главный крутяк вот сейчас у вас на схеме. Ну и опять же, очень пологий финиш. Вот такая трасса по профилю здесь в Зюльдане. Многим, кто нас давно смотрит, слушает, она знакома. Вот профиль здесь тоже хорошо виден. Да, со старта, ну я бы сказал, такой даже средний уклон. Финиш вот очень пологий. Здесь даже хорошо видно. Ну и вот стартовый протокол, естественно, появился у вас на экранах. И символично, новый сезон, на новой трассе открывает чемпионка мира, действующая чемпионка мира в гиганте Петра Вилхова. Ну и далее вы видите, все по порядку. Холденер, Ворли, Шифрин, четвертая, Ребензбург, Бриньон и Басина. Это лучшая семерка. Внутри нее была Жеребьевка. Затем вторая часть первой группы с восьмого по пятнадцатый. Далее номера вы видите уже вплоть до четвертого десятка. Ну и шестьдесят шесть у нас всего участника в стартовом протоколе. Ну вот Виктория опять у нас на экране крупным планом со своим тренером. Вы видите, что у нее семнадцать побед на этапах Кубка мира плюс звание олимпийской чемпионки. Мы об этом, конечно, прекрасно знаем. Но вот эти цифры, это, конечно, цифры сумасшедшие, друзья. Микаэла Шифрин у вас на экранах. И вы видели, что у нее шестьдесят побед, при том, что она одна из молодых, друзья, по-прежнему одна из молодых спортсменов Кубки мира. Но у нее на порядок в три-четыре раза больше побед, чем у остальных соперниц. Представляете, какое преимущество Микаэлы Шифрин и сколько она еще может сделать. Но о Микаэле тоже подробнее давайте чуть-чуть попозже, потому что время старта у нас наступает. Остается буквально несколько секунд. Ну, еще раз напоминаю, друзья, открытие горнолыжного сезона, как всегда, по крайней мере, последние два десятка лет, это Австрия. Зюльден и первая участница у вас на экранах, действующая чемпионка мира Петра Вылхова. Давайте посмотреть, как она пройдет трассу. Трасса по полной длине, вы видите, погода отличная, даже слишком, я бы сказал, хорошая. Почему слишком, друзья? Да потому что слишком тепло, 7 градусов в районе финиша. Плюс, естественно, это, конечно же, многовато. Но будем надеяться, что трасса в хорошем состоянии, по крайней мере, австрийцы. Насколько мы знаем, у нас всегда точная информация. Очень здорово поработали. Трасса жесткая, ледянистая, но, в общем, то, что любят спортсмены. Вот, начинается, ну, пожалуй, идет ключевая часть. Посмотрите, вот здесь круто, хорошо камера, да, так нам здорово показывает австрийцы. Четко мы видим, по какому радиусу, по какому, какие апексы выполняет Виктория Ребензбург. О, Виктория, почему-то я... Ну, нам, друзья, извините, Петра Вылхова, конечно. Но нам столько в начале трансляции Ребензбурга показывали, что тут уже автоматически вырывается. Так, смотрим уже последние, вот эти пологие, очень пологие последние ворота и 1.09.36. Вот это первый результат, первый рубеж. Подустало, да, вот так вот по первым-то мгновениям мы едем на финише. Подустало, друзья, напоминаю, очень высоко, ну и как понятно, да, ледник. Он просто не может априори находиться на низкой высоте. Старт на высоте 3040 метров над уровнем моря и финиш на высоте 2670. Венди Холденер. Венди Холденер. Швейцарская спортсменка. Прекрасно нам с вами. Известная, ну, вы знаете, вот что касается Венди Холденер, ну, по возможности должен говорить кратко, потому что, друзья, у нас, как всегда, соревнования горнолыжные идут очень быстро, и мы ведь столько информации для вас подготовили новой. Будем стараться, ну, трудно. Время у нас всегда немножко ограничено в этом плане. Что сказать по Венди Холденер, друзья? Ну, вот постарше она Микаэлла Шифрин. Я вам статистику только что напоминал. Вы представляете, у Венди всего лишь три победы за ее уже такую приличную очень карьеру. Три победы на этапах Кубка Мира. И 60 у Шифрин, да, друзья? Ну, Венди, вы знаете, у нее ведь три победы, ну, 32 раза она была на пьедестале почета. Вы представляете, какое невезение, да? То есть 29 раз, вторая, третья, вторая, третья и только три раза первая. Но что касается дня сегодняшнего, я не верю. Ну, не очень верю в то, что Холденер за победу может побороться. Все-таки она славами посильнее, чем гигантин. Давайте прямо об этом говорить. Ну, и, в общем-то, прошлый сезон был тоже, ну, неплохим, но не впечатляющим. Не очень впечатляющим. И что касается, конечно, гигантского славы, в первую очередь, друзья. Потому что если я как-то вот не дополняю свои слова, не уточняю, вы должны понимать, именно о гигантском славе идет речь. Потому что мы не можем чисто физически говорить о славами, скоростном спуске и общем зачете. И это у нас все с вами будет впереди. В 60 сотых уступила, как вы видели, Петер Гердл. Друзья, обратите внимание, новый, новый человек в женских горных лыжах. Главный человек. Атлес Кардл ушел в отставку. Ну, не буду уточнять, там какие-то личные причины. Много лет мы видели, наблюдали, как здорово работал норвежец Атлес Кардл, руководя женским Кубком мира. Ну, вот произошла замена, и теперь новый специалист Петер Гердл, его зовут. Вот он теперь будет постоянно возглавлять, ну, по крайней мере, в этом сезоне точно, и его ассистент Маркус Майер. Вот Майер-то остался ассистент на посту. А вот главный человек у нас в женских горных лыжах сменился. Посмотрим, как он будет работать. Ну, и Тесса в Орле. Тесса в Орле, я уже сказал, друзья, и вы видели эти победные кадры уже прошлого сезона. Мы вам напомнили. 13 сотых опережения на втором отрезке. Очень важно. Все спортсмены подчеркивают. И Тесса, в том числе, в интервью отмечала. Как пройдешь последнюю часть ключика, как сохранишь скорость. Вот на полугую, на финиш. От этого очень зависит результат здесь в Зольдлине. 23 сотых. Ну, в общем-то, вы знаете, тут, если сравнивать с Петрой Вылховой, которую она только что обосла на 23 сотых, конечно, мы здесь при всем желании не найдем. Но примерно вот такой равный, согласитесь, заезд. Мне показалось, что все-таки чуть-чуть посвободнее. Чуть-чуть поувереннее, мне кажется, была в Орле. Ну, а вот какие-то нюансы. Давайте смотреть. Вот здесь вот прекрасный замедленный повтор. Смотрите, как здорово закладывается. Чисто проводит в основном лыжи. Тесса в Орле. Ну, и сейчас Микаэла Шефрин. Ну, не буду уже в очередной раз говорить о... Вот тут она давно перешла. У вас было сообщение на экране, что Микаэла Шефрин давно перешла рубеж миллион франков или, можно сказать, и долларов американских, призовых, заработанных на турнирах. Ну, друзья, может, эта цифра кого-то впечатляет. Я вам просто сразу скажу, что контракт на рекламные деньги еще намного, даже в разы больше. Так что на эту тему мы можем особо и не говорить. Третьей была в прошлом году на Микаэла Шефрин на этой трассе. И посмотрите, секунду! И, казалось бы, вот эта манера Шефрин, которую тут же мы вспоминаем, хотя прошло, да, 7 месяцев, казалось бы, так много после окончания прошлого сезона. Какая легкость все-таки, да, у Шефрин, согласитесь? Какое впечатление, вот на крутом особенно было, что она особо-то, в общем-то, не старается, да, но при этом какие легкие движения, какое чистое скольжение. 1.24. Ну, какие здесь комментарии, да, друзья? 1.24. Как в лучших стартах. Я чуть был, не сказал, в лучшие годы. Ну, наверное, если говорить о Шефрим, то про лучшие годы рано. Я еще напомню, еще раз напомню, друзья, всего лишь 24 года. Это великолепные спортсменки, а такие уже достижения, да? А вы знаете, я приметил вот сейчас на замедленном повторе, да, вот эта легкость движения, чистота ведения лыж, само собой, ну и хороший такой взгляд, да, вот поднята голова, явно видно, что спортсменка смотрит вперед. Ну, все настоящие профессионалы смотрят там во вторые уже, в третьи ворота. Вот просто, мне кажется, на этом просмотре было заметно. Ну, и Виктория Реббинсбург. Виктория Реббинсбург. Олимпийская чемпионка 10-го года в гиганте. И, как мы уже говорили, спортсмен, который дважды здесь, в Зюльдене, победила. Ну, вы знаете, вот перерыв такой был серьезный, согласитесь, да, в победах. В 10-м году и последняя в 17-м. То есть от одной до второй победы 7 лет прошло у Виктории Реббинсбург. Ну, вы знаете, что касается Вики, то многие специалисты соглашаются в том, что, наверное, одна из тех спортсменок, ее уже 30 лет, кстати, одна из тех, кто не реализовал себя полностью. Все-таки больше, и у нее талант. Да, 17 побед, конечно, тоже неплохо за карьеру, но многие, я присоединяюсь к мнению специалистов других, что это маловато. Были травмы, были болезни какие-то непонятные. Могла бы сделать, конечно, и побольше, но точку-то совершенно никто ставить не собирается, правильно? Ну и что, 30 лет? Это даже для женских горных лыж возраст непредельный. И сама Вика нам в интервью ведь сказала перед началом соревнования, что очень хорошо готовилась, прекрасное настроение, готовит рада новому сезону. Ну, а результат, вы видите, у нее, конечно, послабее. И Петри, она проиграла 40 сотых, что, в общем, допустимо. Ну, а Шифрин почти 2 секунды. Это, конечно, очень много. Федрика Бриньона, и, как вы, опять же, видите на экране, победительница соревнований в Зельне 2015 года, лидер итальянской команды. Ну, она на годик всего помладше, чем Виктория Рябинсбург. Ей 29, тоже опытная, конечно, опытная спортсменка. И тоже, как и у Виктории, безусловно, гигантский слалом. Это ее главная, лучшая дисциплина. 10 побед за карьеру. Есть еще и победа в комбинации, кстати, друзья, что тоже такой характерный плюсик для Бриньоны. Ну, как четко, да, тут вот скала, которую мы не видим, но знаем прекрасно, что находится слева здесь такой огромный пик. Видите, как он четко солнце с тенью разгораживает, да. Спортсмены из солнца влетают на финишную часть здесь. Ну, выйдет солнышко, мы уже знаем по многим соревнованиям, прекрасно знаем, как все будет происходить. Выйдет солнце, будет финиш тоже освещать. Ну, вот неплохо, неплохо, меньше секунды уступает она шифрин Федерико. Ну, она и в прошлом году вторая была здесь. У нас есть интервью Бриньоны, но, опять же, времени нет подробнее поговорить. И тоже она, кстати, отмечала, что Зюльден для нее тоже особая трасса. Любит она, ждет всегда с нетерпением. Начало сезона всегда. Хороший тоже, красивый был, замедленный у Федерико. Ну, что же, уплотняется. Ну, я напомню, что сильнейшая семерка по рейтингу стартует у нас сейчас. И, кстати, друзья, я вот сразу не сказал о тех, кто не выступает сегодня. А хотя могли бы по рейтингу близко стартовать. Ну, в первую очередь, Мувинкель, да, друзья? Рокхильд Мувинкель. Великолепная норвежка, у которой тяжелейшую травму, вы помните, на финале. У нас была трансляция, как всегда. Мы видели, как получила тяжелейшую травму Рокхильд Мувинкель. Было две операции. Но, слава богу, восстанавливается. Все-все, вот не успела она сюда подготовиться к Зюльдену. Но она здесь присутствует. В Зюльдене мы это точно знаем. Может быть, даже и в кадре ее покажут. Но стартовать пока еще, говорит, не может. Будем ждать ее возвращения. Мувинкель. И вот попала в сильнейшую группу Марта Басина, которую мы видим на экранах. Как раз не заявилась Мувинкель. И вот Басина, видите, в первой семерке стартует. Итальянка. Ну, если в прошлый сезон, мы говорили, очень молодая, может быть, неопытная. Ну, теперь, наверное, уже так говорить не надо. Все-таки 23 года и 6 лет выступлений в Кубке мира. Это уже, говорится, спортсмен, можно сказать, даже опытный, да, Марта Басина. Ну, пока 2.04. Две секунды. Как и Лэнди Холденер практически. На три соточки побыстрее Басина прошла. Так, первая семерка. Первая семерка отстартовала. Ну, что, пока, как бы я сказал, в пределах нормы, да. Ну, Шифрин оторвалась. Это, в принципе, можно было ожидать. Бриньоны, вторая, Ворли, третья, Вилхова, четвертая. Ну, и вторая часть. Первой пятнашки, первой группы, как мы обычно говорим. И начинает ее Кристин Лиздал. И вы знаете, сразу такая огромная разница. Если в первой семерке я вам рассказывал, сколько побед имеют спортсменки, какие другие заслуги. То вот вторая часть первой группы, здесь даже побед, не то, что, даже призов нет. Не у Лиздал, не у Фрессонбе, не у Хазар, которая скоро тоже будет стартовать. Ну, вот единственная опытная во второй части первой группы, это Ева-Мария Брэм, которая и Кубок Мира в этой дисциплине имеет. Ну, количество побед тоже небольшое. Три победы у Брэм. Посмотрим, как она здесь выступит. Все-таки у австрийцев опять такая непростая ситуация. Я не буду напоминать всех, кто хоть чуть-чуть лезет за горными лыжами. Ох, какой у нас ход, да? Вот отвлекся я даже на секундочку. И такое, ну, безопасное падение. Здесь страшного ничего не может быть. Типичная ошибка. Мы такое часто видим в гиганте. В женском, тем более, легла на внутреннюю лыжу. Вот посмотрите, здесь на повторе прекрасно, да? Вот теряется вот эта грань. Грань соприкосновения конта со снегом. Здесь есть, конечно, такой критический момент. И не уловила эту грань. Норвежка и легла. Кстати, что касается норвежек. Я сказал, да, Мувинкель восстанавливается после травмы. Но она в Зюльдане, вот мы видим, Лиздал сошла. А ведь в прошлом году норвежки просто всех поразили, согласитесь? Я продолжу мысль о норвежской команде, друзья. Ровно год назад 4 норвежки были в десятке лучших. Это сумасшедший командный показатель. Но вот сегодня такого уже точно не будет. Но сейчас вновь наше внимание на трассу. Потому что открытие прошлого сезона. 17-летняя Элис Робинсон, представляющая команду Новой Зеландии. Новой Зеландии. Представляете, друзья, где вот так периодически, редко, но появляются вот такие сильные спортсмены. Второе место на финале Кубка мира прошлого сезона. Это была, конечно, сенсация. Но вот посмотрим. И посмотрите, у нее лучший отрезочек. Второй. 22 сотка всего шифрин уступает. 17 лет. 18 лет ей исполнится 1 декабря. Самая молодая. Тем более в сильнейшей группе. Спортсменка. И какое, да, исполнение, а? Здорово, здорово все сделала. Круто это точно. Но вот как здесь на пологом. Вот так. Вторая позиция, друзья. Ну, здесь, я думаю, мнения могут быть разные, да? Кто-то скажет, ух ты, какая сенсация. Кто-то скажет, а что, почему сенсация? Она же была в прошлом сезоне второй на финале. Ну, тут по-разному, да? И те, и другие будут, наверное, правы. Ну, и вы знаете, как раз много ходило разговоров. Специалисты тоже обсуждали. Вот сможет ли Робинсон в 17 лет повторить сразу же в начале нового уже сезона, после такой долгой подготовки, перерыва, и опять на таком высоком уровне. Может? Друзья, может еще как. 14 сотых она уступила Шефри. Ну, почти на равных. Ну, что же, интрига у нас разворачивается очень прилично. Интересно, согласитесь. Короли Фрассомбе. Еще одна француженка теперь в первой пятнашке, в первой группе. Ну, нет, у Короли пока каких-то здесь таких серьезных успехов, серьезных достижений. Надо проявить себя, если уж получила право, да. Не ожидала, наверное. Ведь Короли-то вообще-то 19-й в рейтинге стоит. Но в пятнашку попала, потому что отсутствуют спортсмены. Я еще раз напомню, друзья. Но острийки, как всегда, кто-то чудит, кто-то травмирован, я скажу. Брунер. Брунер не успела восстановиться. Опять на сборе в Чили, в Южной Америке. Опять вторую травму получила. Пока не готова. Сегодня ее нет. А вот с Катариной Линдсбергер вообще сумасшедшая история. Ее федерация не допустила до старта, потому что она не подписала контракт там с производителем инвентаря, по-моему, да. Вот даже такие моменты бывают. Про Анну Файт я говорил. Анна Файт жива-здорова, слава богу. Она просто говорит, я не приехала в Зельды, не буду выступать, но на следующем этапе уже выступать буду. Так что те многочисленные поклонники Анны Файт, не волнуйтесь, с ней все хорошо. Но все равно, вот я уже перечислил, трех австриек сильных, у которых и так-то все было непросто, да, и в прошлом сезоне. И трех австриек сильных на сегодняшнем открытии сезона нет. Вот на кого теперь надеется австрийца Рикарда Хазер. Видите, это ее фанатский клуб, тут на трибуне нам показали. Посмотрим. Серьезная ситуация. Я еще напомню один факт, друзья. Казалось бы, такой сильной команды, какой является женская команда Австрии, да и мужская, само собой, австрийцы всегда на высоте. С 2016 года, уже три года нет побед в гиганте. Последний как раз вот Брем выиграла в марте 16-го, и все, с тех пор затишье. Ну а как выиграть, если я вот только что вам рассказал, да. Одна пропускает, одна травмирована, третья вообще умудрилась контракт не подписать до начала сезона. Ну, по Линдсбергеру я вам расскажу, наверное, побольше, когда время у нас хоть чуть-чуть появится, а то мы не должны, я думаю, сильно отвлекаться. Все-таки Хазер. Ну, как-то неуверенно, видно было, лыжи, да, ну просто разъезжаются. Можем сейчас с вами четко сравнивать, да, вот какое чистое видение было в шифрим, да. Ну, просто как по рельсам, да, провела лыжи, как все дребезжит, все срывается у Хазер. Ну и вот, пожалуйста, поэтому и две с половиной секунды тут по-другому быть не может. Кстати, вот по поводу австрии, если уж зашел разговор, да, тут мы видим, сколько событий одновременно. Плюс у австрийской команды новый тренер, друзья, новый тренер женской команды Кристиан Миттер. Кстати, я лично с ним хорошо знаком, он из той семьи Миттеров, с которыми мы дружим в Австрии, Кристиан. И он работал долгое время с норвежской командой, с Хенриком Кристоферсоном, австрийец, друзья, ни с кем-нибудь. И вот сейчас все-таки вернулся опять на родину и получил назначение на женскую команду. Так вот, он в интервью перед сегодняшним стартом сказал, мы работали как сумасшедшие, старались, все делаем, но я сегодня на пьедестале наших спортсменок не вижу. Ну что, молодец Кристиан, да, по крайней мере, откровенно сказал. Ну и пока его слова, да, конечно. Ну, кому как не старшему тренеру знать положение вещей в команде. Следующая, следующая у нас Метахроват. Словения вступает в борьбу. Ну, здесь можно, хотя уже и была призеркой, ну, правда, всего одного этапа Метахроват. Но здесь можно говорить о молодости. 21 год, одна из самых тоже молодых. Ну, с Новозеландкой, конечно, не сравнится, которой 17, но тоже из молодого поколения, безусловно, талантливая девушка Метахроват. Неоднозначный был прошлый сезон. Начало было по каким-то причинам очень слабое. Ну, потом вот концовки раскатилось, до пьедесталов не дотянулось. Ну, в шестерку попадало, по крайней мере, вот в Чехии была в шестерке на этапе. И вот, пожалуйста, вот потенциал-то, вот знаем же мы, что у нее потенциал-то прекрасный, у этой девушки из Словении. Четвертый результат. Никого-нибудь, а Ворли и Вылхову обыгрывает. Ну, и вот сейчас, друзья, после старта Метахроват, мы можем говорить, что плотность-то все-таки создалась в протоколе. Как-то мы сразу с вами отреагировали, ну, шифрин, такой отрыв, да, от Ворли. А тут уже и три спортсменки. Робинсон, Бриньоне и Хроват. И все, все, плотность у нас серьезная в протоколе. И это, конечно, тоже добавляет интереса. Еще одна норвежка в первой группе. Те-Луиза Стернесун. Ну, тоже, я уже говорил, обращал ваше внимание, что очень здорово норвежки в прошлом году, ровно год назад на этой трассе выступили. Вот посмотрим, что Стернесут. Она-то конкретно была девятой в прошлом сезоне здесь, в Зельдане. 23 года. Ну, тоже можно сказать, что еще в начале своей карьеры. Активно, активно, но не чисто. Вот даже по шлейфу снега, да, вот можно было в конце крутяка так заметить, да. Хорошая активность, смело. Мощная, я бы сказал, даже идет норвежка. Но вот срывы, срывы присутствуют. Ну, и вот из-за этого полторы секунды она проигрывает. Но, друзья, вот посмотрите по раскладу. Полторы секунды – это по-прежнему впереди Реббинсбург и впереди бассина. Так что, ну, никак не можем мы сказать, что заезд был слабый. Вполне неплохое седьмое место в текущем. Но Микаэла улыбается, само собой. Так, фан-клуб очередной австрийский. Ну, понятно, друзья. Не зря нам показывают трибуну, потому что Ева-Мария Брэм. Ева-Мария Брэм. Очень опытная спортсменка, 31 год. Лучший результат у нее в Зельдане – это третье место вы видели. Я уже сказал, что именно Ева-Мария Брэм является автором последней победы австрийской команды. Три года назад. Ну, и три года назад Ева-Мария стала обладательницей Кубка мира. В этой дисциплине, друзья, ни много ни мало. То есть, уж действительно специалистка этой дисциплины. Но, друзья, после, самое-то трагичное в том, что после завоевания Кубка мира была тяжелейшая у нее в том числе травма, она пропустила целый год, представляете, целый год. И возвращение было очень трудным. Я бы даже сказал, что оно и не завершилось-то, возвращение Ева-Марии. Она в прошлом году прибавляла так помаленько, от этапа к этапу, чуть-чуть лучше, лучше, лучше. Но до борьбы за пьедестал вообще, конечно, дело не доходило. Лучший результат прошлого года – это шестое место. Но если не Брэм, то кто у австрийцев? Нет, нет, нет. Примерно, как и Хазар, коллега по команде, две с половиной у обоих, и это без шансов на призы. Да, действительно, теперь точно можем говорить, что вот такой действительно кризис, причем по разным причинам, но кризис женской команде. Хотя, интересно, друзья, да? Ведь самая многочисленная команда, как правило. Да и сейчас все равно австрийцы находят, у них длинная, как правило, скамейка, и если даже несколько человек из первых не стартуют, все равно умудряются чуть ли не в полном составе команду выставить. Ну, а мы об этом говорим из сезона в сезон, у австрийцев в этом плане отличные, конечно, традиции, что там говорят. Ну и завершает у нас первую группу, первую пятнашку, Сара Хектор, шведская спортсменка. Вторая по рейтингу на шведской команде, ну, вернее, первая теперь, понятно, да? После завершения карьеры Фридой Хансдоттер проводили ее, помните, как коллеги, да, так душевно провожали во время финала Кубка мира прошлого сезона, олимпийскую чемпионку. Ну, вот теперь без Хансдоттер, конечно, шведам будет потяжелее, потяжелее, хотя крепкая команда, конечно же, в первую очередь с лалами. В гиганте, ну, в гиганте, конечно, Хектор, больше тут некому пока шведам побороться за что-то серьезное. Вот она, Фрида, ну, долго жить будет, друзья, только что мы ее вспомнили, и вот, как будто бы оператор там видел, услышал наши с вами слова на финише, и крупным флангом Фриду Хансдоттер нам показали. Вот, посмотрите, да, ну, здесь нет, ну, вот это вот на Апексе здесь, в середине, да, более-менее хорошее зацепление, чисто прогнутые лыжи, а вот входы, виражи такие не очень, конечно, понятные пока. Ну, а сейчас мы прервемся, но ненадолго. Возвращаемся в Зюльден и продолжаем нашу трансляцию. Друзья, напоминаю, открытие сезона в горных лыжах Кубок Мира, и это гигантский слалом в Зюльдене на трассе, на старте и уже на трассе очередная спортсменка Мишель Гизин. Ну, что же, еще одно громкое имя, олимпийская чемпионка в комбинации Мишель Гизин, и, к сожалению, опять же, ну, посмотрите, как не спортсменка, опять же, мы должны говорить о травмах. Тоже был непростой сезон, не очень успешный прошлый сезон. Мишель Гизин, особенно в гиганте, не было никаких достижений. Она по рейтингу, кстати, 38-я стоит, но вы видите, что у нее 16-й стартовый номер, потому что у нее, как у травмированной спортсменки, был защищенный рейтинг. Большое было количество очков Кубка Мира раньше еще набрано. И вот посмотрите, какие срывы, да? Вот просто чуть не поперек поставила лыжи. Ну, естественно, не хотела этого Гизин, но... Ну, это вот как раз говорит, такие вот срывы, говорит о том, что маловато. Может быть, я предполагаю, было тренировок на жестких трассах, на леднике, на крутых трассах, потому что разница все-таки исполнения очень приличная. Ну, Гизин, две секунды. Две секунды, ну, по крайней мере, это не провал, да? Вот преданные вот с этими колоколами огромными, естественно, швейцарские болячки. Ой, посмотрите, какой срыв, да? А здесь даже, посмотрите, глянец видно, да, на экране. Ну, просто очень жесткий, тем более, такой вираж. Маленькая ошибочка, и все, лыжи сразу поперек. Еще одна австрийка, Бернадет Шилд. Тоже из группы опытных спортсменок. 29 лет, Бернадет. И тоже спортсменка, которая за свою такую уже приличную долгую карьеру, ну, к сожалению, не имеет ни одной победы. Ни одной победы. Ну, мы знаем-то прекрасно, что у Бернадет лучшая дисциплина. Это с Лалом, естественно, и там у нее ни много, ни мало, а аж 7 федесталов почета. Неплохой результат, но победы пока нет. Ну, здесь гигантия, тем более в Зюльдане. Мы видели уже ее подруг по команде, и Хазер. Прошла неудачно. Берн, ну, я думаю, что и от Шилд. Не знаю, может быть, Катарина Труппе следующая австрийка. Такое впечатление, что австрийки, они все вот примерно на одном уровне, да, подготовлены к началу сезона. Но от Шилд чуть побыстрее. Десятое место, побыстрее, чем Хазер и Брэм. Вот их, кстати, показали. Грустные, да, глаза, грустные лица. Хотя ведь домашний этап, своих болельщиков тут тысячи, а что-то не так идет в австрийской команде. Вот еще одна австрийка, подрядка. Катарина Труппе тоже хорошо нам известная. Не новичок. Ну, из молодой плеяды, 23 года, Катарине. Ну, в общем-то, по аналогии, да, по аналогии Шилд, можем сказать, что и у Труппы с Лалом, как правило, посильней получается, чем с Лалом Гигант. Но в прошлом сезоне она, ну, максимум, по-моему, один раз, да, один раз в десятку попала. Согласитесь, да, невеликие достижения в Гиганте у Катарины. Ой, как срываются. Ну, все виражи практически боком, а. Ну, хотя отрезок-то не худший. Полторы секунды на отрезке. Это десятый результат. Текущий, естественно. Ну, а на финише... На финише еще похуже. 14 результатов Труппе. Ну, они, видите, вот я, наверное, правильно сказал, что готовности Австрии. Труппы, Хазер, Брэм, они прямо и идут сейчас в текущем протоколе рядышком. 14, 15, 16. Да, Кристиан Миттер, старший тренер женской команды. Прекрасно. Ну, уже хоть достаточно молодой, опытный тренер, который несколько лет, я уже сказал, непосредственно с Кристоферсоном работал. Может быть, а почему бы нет, поднимет. Мне кажется, поднимет Кристиан австрийскую женскую команду. Чем более, я еще раз говорю, огромное количество материала и молодежи, есть с кем работать. Поэтому, конечно, да и по первому этапу, я думаю, все равно выводов каких-то там серьезных не собираемся делать. Все-таки первый старт это всегда в какой-то степени проба. Ну, хотя для кого как, да. Вот Шифрин, она сразу показывает, кто в доме хозяин, не откладывая в долгий ящик. Хотя и у Шифрин же прошлый год-то, помните, начинался. Третья в Зюльдане, потом четвертая в Киллингтоне в американском. То есть в начале сезона то Шифрин не блистало. Ну вот, сегодня будет интересно, как все на второй попытке развернется. Ну, у нас уже 20-й номер, прекрасно, опять же, известная нам. А нет, 19-й, конечно, Хольтман. И вот, посмотрите, Нарешки, а. Я уже говорил о том, что здорово, девчонки Нарешки в прошлом году смотрелись на этой трассе. И вот Хольтман, смотрите, сейчас уже две в десятке. Хольтман, пятый результат, здорово. И восьмой результат у Стернису. И это, опять же, учитывая то, что мовинки нет на сегодняшних соревнованиях. Молодцы, девчонки норвежские. Ну, а это нам канадских болельщиков тоже, конечно, не зря показывают. Мари-Мишель Каньон. Опытная сейчас спортсменка из Канады. Тоже 89-го года рождения, как Рэббинсбург, как Ворли. 30 лет. Ну, послужной список, пожалуй, тоже, вы знаете, могут быть посильнее. Учитывая, сколько лет мы следим за ее выступлениями, спортсменка в слалами за одно время очень хорошо ходила. Комбинацию даже выиграла этап на Кубке мира. Ну, все время вот какие-то проблемки, какие-то где-то что-то, чего-то не хватает. И сейчас, смотрите, какое вставание в гиганте. Но в гигант-то у нее как раз и слабоватая дисциплина. Так что в этом-то плане тут нам, может быть, и удивляться нечему. Но стремление прекрасное. Стремление ходить все дисциплины. Она и ходит все дисциплины. Это, конечно, очень здорово. Потому что все-таки вот эта специализация, которая, как вы знаете, давно уже присутствует в горных лыжах, она, конечно же, немножко уменьшает интерес. Все-таки интереснее, согласитесь, когда спортсменки уровня шифрин во всех дисциплинах участвуют. Это здорово. Ну, мало таких, совсем мало сейчас в женских горных лыжах. Ну, впрочем, как и в мужских. Ну, что касается мужчин, друзья, там тоже новости. Вы знаете, целый, говорится, волосы маленькая тележка. Но не будем отвлекаться. Завтра мужчины прогноз погоды хороший. Почему я про прогноз, друзья? Вы прекрасно помните, что два года подряд в прошлом, позапрошлом году не состоялись мужские соревнования из-за плохой погоды, ураганного ветра. Женские прошли, а вот мужские нет. И вот, наконец-то, на завтра хороший прогноз. И мы точно знаем, что мужчины выйдут на старт. Но если уж завтра выйдут, так и будем, говорится, о мужском Кубке Мира рассуждать. Сейчас все-таки у нас женщины соревнуются, и им главное внимание само собой. 16-й результат, ну, так, в серединке, даже ближе к концовке текущего протокола, показывает еще одна славянка Тина Робник. И еще одна спортсменка из Швейцарии, Элленбергер. Андрея Элленбергер, это номер 22-й. Но нас, конечно, очень интересует, я думаю, вы прекрасно тоже поддержите эту мысль, выступление Лары Гуд. Гуд Бехрами, как мы после вот того, как Лара вышла замуж. У нее теперь двойная фамилия Гуд Бехрами. Одна из самых известных спортсменок в женском Кубке Мира. Победительница многих соревнований, в том числе и соревнований в Зюльдене трехлетней давности. Ну, посмотрим. Она сейчас будет 24-й стартовать. Это уж больно невнятно. Помните, в прошлом сезоне, сколько мы с вами удивлялись выступлением Лары Гуд. Но у нее осталась одна дисциплина. Если она раньше и в спуске, и в гиганте была, то в прошлом году, ну, согласись, только супергигант. Да, она что-то так проявила, а так, в общем, была незаметна. А в гиганте так вообще, это же в пятнашку не могла попадать. 17-й результат показывает Андрея Элленбергер. Ну, вот видите, фан-клуб у нее тоже свой существует. Ну, вот такой вот заметный повтор в исполнении швейцарки. Так, сейчас давайте, наверное, взглянем на промежуточный протокол. Ну, видите, первые две спортсменки оторвались. Дальше достаточно плотно. Но мы на этом, естественно, не заканчиваем. Будет всего лишь небольшая пауза. Возвращаемся в Зюльден. И вот, посмотрите, какая красивая панорама ледника, да, солнце, прекрасная погода сегодня. Напомню, тепло, очень тепло на трассе. Наверху 5, внизу 7 градусов тепла. Но состояние трассы очень хорошее, прекрасная подготовка. Ну, понятно, что организаторы на этот ледник сыпали еще сверху искусственный снег. Потом этот снег с водой обрабатывали, уплотняли. В результате получилось то, что надо. Вот мы видим, уже третий десяток, да, на первой попытке стартует спортсменок. А трасса в отличном состоянии практически не разбивается. Ну, да, жесткая, да, трудная. Ну, а как? Наверное, на Кубке мира так и должно быть. 23-й номер у нас уже. Это Клара Дирейс, команды Франции. Ну, у францужины, как и ожидалось, лучшая пока Тесса Ворли. Ну, сами понимаете, для Ворли шестое место с проигрышем в 1-24. Это, конечно, слабовато. Слабовато. Посмотрим. Может быть, кто-то еще из францужинок смотрит. Сможет что-то серьезное такое показать. Ну, здесь очень у нас интересная группа. Несмотря на то, что третий десяток, смотрите, будет сейчас стартовать Лара Гуд. Потом Ирена Куртони. Потом Франческо Марсалия. Потом еще и Стель Альфан. Все такие известные, колоритные спортсменки. Вот в третьем десятке стартовых номеров. Нет, у францужинки три секунды. Такой, ну, видели, да, такой не очень выразительно рабочий. Но как-то напряженно все было у францужинки. Ну, а вот и Лара Гуд в Бехрами. Стартовала. Две победы, друзья, на этой трассе. Я говорил уже о победе в 16-м году. Но ведь была еще и победа в 13-м. То есть вот две победы. Здесь в Зельдане, я думаю, и к этому и добавлять ничего не нужно. Говоря о способностях Лары Гуд на что-то очень серьезное. Ну, знаете, как-то по Ларе Гуд даже по подготовке было меньше информации, чем по другим. Может быть, наученная прошлыми сезонами, когда она, в общем-то, так входила в сезон с бодром настроением, а потом ничего не получалось. Она так, мне кажется, немножко более закрытой стала. Лара Гуд старается меньше давать информации, как-то сосредоточиться. Ну, что из этого получится, это уже, говорится, другой вопрос. 14-й результат. Ну, надо хотя бы в этом году в десятку. Если не уж бороться за пьедестал, то за десятку, ну, просто обязана, мне кажется, она бороться. Ой, какой большой, наверное, проигрыш все-таки будет. Да. Две секунды. 14-й результат. Ну, посмотрите, 14-й результат, и 14-е же место она в прошлом сезоне здесь показала. То есть, вот это вот не очень приятный момент, когда спортсменка остается на том же уровне, да? Тем более такая спортсменка, это же элита. Это же спортсмен, который есть в Кубок Мира в общем зачете. И так далее, и так далее. Ну, вот здесь такой немножко переступанием за ход, не совсем в стиле новой техники был, нам показали, да? Ну, вот, друзья, посмотрите, самая возрастная после того, как завершили карьеру некоторые спортсменки. Я даже напомню вам, друзья, что в прошлом сезоне Лин Сивон, Фрида Хансдоттер, Тайна Бариос и Кьяра Кастаца. Ну, это не все, конечно, список заметно побольше. Я только перечисляю тех, кто особенно был на виду, кто вам известен. Завершили карьеру. Ну, а вот Куртони, который 34, продолжает. Ну, что, пожелаем удачи. Ирина Куртони. Ну, две секунды не худший результат, да? Так, Бриньоны у Тальяна, как ожидалось, лучше. Она идет на третьем месте. Басина лишь 12-е. Вот это, я считаю, немножко удивительно. И вот Куртони на 16-й позиции финишировала. Еще одна итальянка. Франческо Марсалия. 29 лет. Специалистка супергиганта, наверное, в большей степени, согласитесь. Да, впрочем, как и ее брат, выступающий в Мужском Кубке Мира. Известная фамилия итальянская. Ну, вообще, итальянцы, вы знаете, вот они рекордсмены по количеству братьев и сестер выступающих, да? Вот Марсалия, брат и сестра, Мельк, брат и сестра, правда, Мануэла завершила карьеру, вы знаете, да? Манфрид продолжает выступать. Как-то у них вот так вот семейственность принята. Ну, а почему бы нет, да? Здорово это все. Так, полторы. Ну, что, поборись, поборись. Попадание в десятку можно проиграть чуть менее двух секунд. И это будет в десятке результат для Марсалия. Это было бы очень даже неплохо. Высоковато, стойко, но почему на полугом? Ну, такая манера у нее исполнения. И, тем не менее, да, молодец. Меньше двух, и это девятый результат. Вот это неплохо. Ну, друзья, вы, я думаю, вы тоже понимаете, оцениваем мы как, да? И вот спортсменки же у нас в стартовой листу соответствуют рейтингу спортсменок, заработанного в прошлом сезоне. И мы с вами вот поморсали, да, на 26-я. Смотрите, а финишировала девятый. То есть практически две трети спортсменок она обыграла. Вполне есть за что похвалить. Канадка Микела Томми следующая стартовала. Не знаю, можно ли что-то от Канадки. Кстати, друзья, я уже говорил о том, что 66 спортсменок составляет полный такой протокол стартовый. 19 национальных команд, представленных национальной федерацией. Можно говорить так. Россиянка, кстати, есть в стартовом протоколе. Екатерина Ткаченко. У нее далековато, конечно, стартовый номер. К сожалению, не впишется в размер нашей прямой трансляции. Катя Ткаченко, 48-й у нее стартовый номер. Ну, посмотрим в любом случае. Не попадет в тридцатку. В любом случае расскажем вам, как, что у нее тут получилось, не получилось. Ну, вы знаете, вот в плане перспективы, ну, не знаю, стоит ли останавливаться на россиянках. Вернее, на одной россиянке, потому что, посмотрите, у нас в женских горных лыжах, конечно, ситуация очень слабая, как и было в прошлые годы. Вот девочки выступали в прошлом году, умудрились ни разу в тридцатку. Ни с лалами, ни в гигантинь. Естественно, рейтинга нет, квоты нет, только одна может стартовать. Ну, прервался я, была у нас монтажная пауза, извините. Так вот, просто закончу мысль по россиянкам. Ну, тяжело, конечно, в одиночку стартовать. И Катя Ткаченко тоже спортсменка. Надеялись мы, конечно, намного более лучшие ее результаты. Она уже опытной стала, давно выступает. Но, еще раз говорю, ни попадания в тридцатки, это, конечно, трудно тут о чем-то более серьезном рассуждать. Ну, новый сезон, всегда новые надежды, да, почему бы нет. Посмотрим, как россиянка готова. А пока у нас очередной ход с трассы, это Сель-Альфан. Ну, француженка, которая уже не первый сезон за Швецию выступает. Эту историю вы прекрасно знаете. Дочка обладателя Кубка мира. Французского спортсмена Люка Альфана сменила вот спортивное гражданство на шведское. Тем более, что ей это было не проблематично. У нее мама шведка, урожденная. Поэтому ей сразу разрешили перейти из французской в шведскую команду. Был такой серьезный прогресс у Эстель, но вот видите, пока первый блинкомом в начале сезона у Альфан. Ну, а сейчас лучшая, как говорят наши коллеги из Великобритании, лучшая, номер один, горнолыжница английская, Алекс Тили. Хороший старт. Ну, 76 сотых это не такая уж катастрофа. Хотя, там плотненько. Первый отрезок на 20 секунд всего лишь. Здесь вот главное в Зюльдене это исполнить крутяк. Мы это прекрасно с вами знаем. Видите, как круто расставлены ворота. Уклон приличный очень. Да, вот видите, сразу 2,50 от одного отрезка до другого как-то изменилось, да? Обратите внимание, натурального снега, вот сейчас хорошо было видно, вообще нет. Только ледник, на нем искусственный снег. Ну, свежий снег здесь выпадал на этой большой высоте, но он растаял. Потому что, видите, в Альпах даже на таких высотах по-прежнему очень тепло. Ну, вот какой интересный танец исполняет нам один из швейцарских болельщиков. По-моему, да, почему болеть за англичанку? Ну, почему бы нет? В принципе-то, да. Так, еще одну, вот как координация нам сообщает, вы знаете, наверное, действительно, да, 30-ку. Как обычно, в любом случае, 30-ку мы показываем. И вот стартовала, кстати, Мариен Шмоц из немецкой команды. И вот на этом, на старте этой спортсменки мы будем такие предварительные итоги подводить. Итоги первой попытки, которая, согласитесь, ну, достаточно интересно прошла, да. Лидер немецкой команды Виктория Риббинсбург, как ни странно, на 10-м месте, друзья. Вот это тоже достаточно удивительно. Ну, от Шмоц, в общем-то, никто и не ждет, даже попадание в десятку. Прогресс. Попадать вот для спортсменков уровня немки надо попадание на вторую попытку. Ну, вот видите, она 25-я. Скорее всего, попадет. Ну, и список большой, участников много. Если найдутся пятеро смелых, то могут выбить. Так что здесь вот, начиная с 25-го места и дальше, тут все под вопросом. Итак, текучие результаты. Шифрин вплотную к ней молодая Элис Робинсон. Бриньоны третья, как видите, их Роват тоже проигрывает менее секунды на четвертом месте. И согласитесь, друзья, вот все это нам обещает с вами, конечно, очень интересные события во время второй решающей попытки. Ну что ж, я думаю, сейчас еще небольшая пауза, и потом мы еще раз посмотрим результаты. Возвращаемся к Зюльдану. И вот опять активный такой музыкальный болельщик французской команды у нас с вами на экранах. Ну, а сейчас давайте вспомним лучший момент в исполнении лидеров сегодняшних соревнований. Напоминаю, друзья, что у нас продолжается первая попытка слалома гиганта в исполнении женщин. Ну, стартует уже пятый десяток, а мы давайте посмотрим, как лидеры проходили трассу. Вот, кстати, на экранах у вас Фидерка Бриньоне. Третий у нее текучий результат. Ну, друзья, давайте опять же с вами в этом плане, наверное, сомневаться не будем, тем, что вот эта тройка, которую мы сейчас посмотрим, а вряд ли спортсмены из пятого десятка, это уж маловероятно кто-то сюда ворвется, поэтому, наверное, уже так можем почти на сто процентов говорить. Бриньоне, Робинсон, ну и, конечно же, Шифри. Ну, посмотрите, Фидерико стартовала под чистым номером. Не, я бы сказал, для Бриньоне не идеальный далеко заезд. Вот видите, пару где-то она и по апексам, пару по траектории было сбоев. Вот здесь вот, да, такие маленькие какие-то срывчики, как будто лыжи вот не чисто скользят, а где-то, где-то такие затычки происходят. Ну, и вот она затыкалась в общей сложности на 86 сотых. Проиграла она, в конце концов, Шифрин. Ну, много это или мало, друзья? В принципе, если брать вот только двоих, Бриньоне и Шифрин, ну, это достаточно много, да? Хотя все-таки Бриньоне выигрывала на этой трассе. Она была второй в прошлом сезоне. Поэтому, конечно, даст бой. Насколько получится, это уже мы с вами все увидим. Ну, и вот посмотрите на эту девушку, 17-летняя Лис Робинсон, которая вообще впервые, друзья, впервые-то на этой трассе стартует. И посмотрите, как она на уровне Шифрин пролетела. Ну, в буквальном смысле, да? Ну, невысокенькая, со всем ростом. Она мне где-то даже, согласитесь, Тесси Ворли немножко напоминает, да? И по технике, и по всем. Но быстрей. Ну, сейчас, конечно, кто-то из балетчиков скажет, но еще бы. Ей 17, а Тесси Ворли 30, да? Кто тут будет побыстрее? Это, ну, вот там тоже есть, конечно, доля такая правильной логики. Ну, впечатляет, впечатляет. Ну, здорово, друзья. Нужны новые имена. И в женских горных лыжах почему бы нет? Здорово, что тем более из Новой Зеландии. Кто бы мог подумать, да? Ну, красивая страна, но не такая уж супергорнолыжная. И вот ожидать появления таланта именно из Новой Зеландии, я думаю, нам в голову с вами еще пару лет назад не приходило. Хотя пару лет назад приходило, друзья. Она же 15 лет так здорово на юниорах выступала. Помню, помню, мы отмечали ее тогда. Но вот теперь-то она уже на уровне Кубка Мира. Это уже другой вопрос. Ну, а что касается Михаэлы, ну, она, в общем-то, на своем очень высоком уровне. Ну, тут вот пишут, что она первая из горнолыжниц, которая преодолела планку в миллион долларов или швейцарских франков, я даже не понял, ну, неважно, призовых. Но, друзья, я уже говорил на эту тему, это все условно. На самом деле, конечно, гораздо больше зарабатывают горнолыжники лучшие в мире. Там на уровне даже, Хирш, на уровне теннисистов сильнейших. Но мы раскроем и эту тему, почему бы и нет, о призах, о контрактах поговорим. Ну, давайте, наверное, все-таки где-нибудь уже на втором-третьем этапе, потому что сегодня у нас тем и так достаточно интересных. Сегодня у нас открытие сезона долгожданное. Ну, вы знаете, вот этот заезд, я бы не сказал, что это супервеликий в ее исполнении, просто на мастерстве, четко. Главное, не ошибаясь. Она прошла, поправился, стала лидером, конечно, Микаэла. Но придется напрячься-то, побороться во второй попытке, потому что и Робинсон может с ней, как мы видим, бороться. И, конечно, Бриньоне, Хроват, Ворли будут атаковать что из сил. На второй трассе. И что из этого получится? Ну, интрига. Интрига должна быть. Вот еще разочек вот этот протокол. Вылхова лишь седьмая, Робинсбург, мы уже отметили, лишь десятая. Хектор, Шилд, Басина, Холденер и Лара Гуд тоже всего лишь на пятнадцатой позиции. Ну что же, давайте еще разочек такой симпатичный клип. Вот такая природа. И такие вот у нас происходили события сегодня на первой трассе в Зельдане. Мне остается напомнить вам, друзья, что сегодня с вами работают Юлия Варкунова, это режиссер нашей трансляции, ваш комментатор Владимир Андреев. Ну и, конечно же, мы встретимся во время прямой трансляции второй попытки, а она будет в 13.50. по московскому времени, так что не пропускайте и ждем вас у экранов. До встречи.